Продолжение следует... Мы как стояли на своих позициях, так и стоим. Продвигаемся вперед. Ну вот сегодня я выделил несколько минут для того, чтобы обратиться к вам. К простым людям, которые от всего этого происходящего страдают. Потому что все это заходит все дальше и дальше в тупик. Скажем так, Гордеев узел затягивается, который пришло время разрубить. Сегодня, когда для всех уже очевидна формальность и даже, прямо скажем, фальшивость всех заключаемых перемирий, мы не можем дальше вести партизанскую войну. Мы не можем оставаться глухими к обращениям народа с территории, которая находится под огнем фашистской власти, во главе с Яценюком, Порошенко, Турчиновым, Коломойским. Народа, который просит освобождения от преступной власти, которая своими грабительскими налогами, своими античеловеческими законами уничтожает украинский народ, уничтожает человека. Со своей стороны, мы готовы помочь нашему братскому народу. Скинуть это зло, истинное лицо которого уже всем очевидно. Зло на борьбу, с которым объединяются сегодня все люди по всей Украине. И мы готовы освободить от этого зла не только Киев, но и остальную Украину. Освободить для строительства нового общества. Общество, в котором народ имеет право на самоопределение. Наша цель – убрать олигархов большого бизнеса, которые разрушают экономику страны в своих интересах, забывая, что все принадлежит народу, и построить справедливую систему с созданием равных условий и равных возможностей для всех слоев населения, в первую очередь для человека. Мы призываем все народы, которые знают, что такое фашизм, от своих дедов и отцов присоединиться к нашей борьбе. Мы призываем всех славян встать с нами плечо к плечу в этой борьбе за свою веру, свои традиции, свою историю и свой непобедимый дух. Мы призываем всех украинцев, которые осознали, что такое фашизм, отдельных личностей в нынешней власти, на борьбу за свое будущее, за будущее, в котором мы будем социальным гражданским обществом. Мы докажем, что те ключевые основы государства для человека были умышленно искажены ради преступных интересов олигархов. Наша основная цель – создание бесплатного образования для всех слоев населения, а не для избранных. Развитие бесплатной и качественной медицины для всех, еще раз подчеркиваю, для всех, для каждого человека, а не для избранных, не для элиты. Обеспечение нашим старикам достойной социально защищенной старости. И мы знаем, что нужно делать в первую очередь. Для нас важна каждая личность. И поэтому в числе первых шагов будет реализована программа возвращения украинцев на исконно историческую родину. Возвращение домой тех людей, которые в данный момент вынуждены находятся в роли беженцев. Для нас безапелляционным является принцип принадлежности всех недр, всех ресурсов народу. Поэтому преступная схема накручивания непомерных тарифов частными энергетическими компаниями, принадлежащими олигархам, будет ликвидирована, и тарифы на коммунальные услуги станут реальными и стабильными. Поверьте мне, это возможно, это реально. Необходимо только желание это сделать, и воля ваша. И это будет. Для нас особенно понятна каждая личная трагедия людей, пострадавших от боевых действий. Поэтому мы готовы сделать на базе Межигорья центр реабилитации для детей, подвершихся насилию. А также каждый особняк, каждый дворец, который был построен на разворованные бюджетные деньги, вернуть в государство в качестве тех же пионерских лагерей, которые были раньше. Называть их можно по-разному. Дома отдыха для детей, дома отдыха для инвалидов, пансионы и так далее, и так далее. Но они должны принадлежать народу, потому что построены они за счет бюджета государства. А бюджет государства – это деньги народа. Пришло время вспомнить о том, что мы народ. И только народ является властью. А те личности, сидящие в кабинетах, которые говорят, что власть – это они, они всего лишь исполняющие обязанности. Исполняющие обязанности те, которыми мы их наделили во время выборов, перевыборов, они всего лишь чиновники. И только народ является истинной властью. Мы способны построить новую страну и новое социальное гражданское общество, где человек превыше всего. И мы знаем, что нужно делать в первую очередь. И мы уже делаем. А ты? Здравствуйте. Я Мозговой Алексей, командир бригады «Призрак». Прежде всего, хочу опровергнуть некоторые слухи, распространяемые украинским СМИ по поводу оставления нашей бригады позиций на фронте. Полная чушь. Такая же полная чушь, как и те потери, которые озвучиваются. Мы как стояли на своих позициях, так и стоим. Продвигаемся вперед. Ну вот, сегодня я выделил несколько минут для того, чтобы обратиться к вам, к простым людям, которые от всего этого происходящего страдают. Потому что все это заходит все дальше. Обеспечение нашим старикам достойной социально защищенной старости. И мы знаем, что нужно делать в первую очередь. Для нас важна каждая личность. И поэтому в числе первых шагов будет реализована программа возвращения украинцев на исконно историческую родину. Возвращение домой тех людей, которые в данный момент вынуждены находятся в роли беженцев. Для нас безапелляционным является принцип принадлежности всех недр, всех ресурсов народу. Поэтому преступная схема накручивания непомерных тарифов частными энергетическими компаниями, принадлежащими олигархам, будет ликвидирована, и тарифы на коммунальные услуги станут реальными и стабильными. Поверьте мне, это возможно. Это реально. Необходимо только желание. Зло, истинное лицо которого уже всем очевидно. Зло, на борьбу с которым объединяются сегодня все люди по всей Украине. И мы готовы освободить от этого зла не только Киев, но и остальную Украину. Освободить для строительства нового общества. Общество, в котором народ имеет право на самоопределение. Наша цель – убрать олигархов большого бизнеса, которые разрушают экономику страны в своих интересах, забывая, что все принадлежит народу, и построить справедливую систему с созданием равных условий и равных возможностей для всех слоев населения. В первую очередь, для человека. Мы призываем все народы, которые знают, что такое фашизм, от своих дедов и отцов присоединиться к нашей борьбе. Мы призываем всех славян встать с нами плечо к плечу и дальше в тупик. Скажем так, в городе их узел затягивается, который пришло время разрубить. Сегодня, когда для всех уже очевидна формальность и даже, прямо скажем, фальшивость всех заключаемых перемирий, мы не можем дальше вести партизанскую войну. Мы не можем оставаться глухими к обращениям народа с территории, которая находится под огнем фашистской власти во главе с Яценюком, Порошенко, Турчиновым, Коломойским. Народа, который просит освобождения от преступной власти, которая своими грабительскими налогами, своими античеловеческими законами уничтожает украинский народ, уничтожает человека. Со своей стороны, мы готовы помочь нашему братскому народу. Скинуть этот счет в этой борьбе за свою веру, свои традиции, свою историю и свой непобедимый дух. Мы призываем всех украинцев, которые осознали, что такое фашизм, отдельных личностей в нынешней власти, на борьбу за свое будущее. За будущее, в котором мы будем социальным гражданским обществом. Мы докажем, что те ключевые основы государства для человека были умышленно искажены ради преступных интересов олигархов. Наша основная цель – создание бесплатного образования для всех слоев населения, а не для избранных. Развитие бесплатной и качественной медицины для всех, еще раз подчеркиваю, для всех, для каждого человека, а не для избранных, не для элитов.